Всем собравшимся в Айшнаве и в Айшнаве, мои мои бесчисленные Данда Ватрынаны. Мы продолжаем слушать Акапиладевы Самвата. Прабуджи очень хорошо рассказал о том, как Каруда, он сказал, что если если эта девочка, которая родилась, она должна выйти замуж, и когда Кардамариши, он хотел совершать аскезы, Дивахути, она была очень счастлива, если бы он собирался принять то есть и поэтому Касхоти он сказал если тут у кого есть желание пойти ко мне и сделать шаг навстречу, я сделаю тысячу шагов Брахма он уведомил Кардамуни Ариша и девять сыновей и девять Брахма сыновей и девять дочерей Кардамуни они поженились девять сыновей Брахма и они дают наставления те, которые желают совершать преданное служение Кришна все устраивает лучшим образом как сам Шри Кришна как когда поэтому кто совершает Бхакти Господу кто-то говорит если я буду совершать Бхакти кто будет заботиться о моей семье кто будет женить моих сыновей кто будет замуж моих дочерей но вы знаете все совершенным образом гармонично происходит почему то кто совершает Бхакти Господу мы знаем очень много историй связанных с этим что Кришна сам берет на себя ответственности потому что он думает они совершают Бхакти мне я так же как Шри Лович на Ватха Чакрават это кур говорит тот кто служит Господу и когда если он подумает когда я уже не смогу служение совершать мое тело станет слабым и будет болеть как же я смогу совершать служение но Кришна он всегда заботится о своем преданном когда мой преданный оставит все ради меня Шри Кришна он он организует все вокруг совершенным образом и никогда не нужно беспокоиться о том что произойдет в будущем и поэтому мать девахути когда Кардван Реши он она 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 настолько служила ему и за и за что у нее было настолько так же у нее было столько бахти столько нишки в господа что по благословению которое даровал господь кардамуния о благословении того что он придет сам в его семью в качестве сына и наконец-то наконец-то это произошло капиладев он пришел в семью девахути и и поэтому кто-то говорит может сказать вы совершаете вы совершаете баджан господу а сам господь он находится в вашем доме человек говорит о трех причинах почему господь находясь в доме кардамуния первая причина состоит в том он находился в дасе бхаве по отношению к господу и вот стая бхава постоянная бхава его раса но когда господь пришел в качестве собственного сына то естественным образом в ватсалья раса пришла и дасей и ватсаля раса они совершенно противоречивы по своей природе и почему потому что они совершенно противоречат Даси и Вацалия Раса несовершенно. Это делополучно. И по этой причине Кардамуни, когда Катваде пришел, он ушел в лес совершать баджан. И также он знал, он знал также, что его сын, он очень скоро примет Саньяс, и он не будет долго находиться в доме. Это была вторая, когда ты живешь в семье со своим сыном, привязываешься с такой любовью. Представляете, какие чувства можно испытывать Господу, как своему собственному сыну. И поэтому он подумал, что ему легче покинуть дом, прежде чем Катваде покинет дом и принит Саньяс, потому что это было мучительно больно для него. И поэтому Господь, когда приходит, приходит по великой удаче, приходит в качестве своего сына, в качестве сына к чистому преданному. Особенность в нашем карме состоит в том, что Господь, Он полностью зависит от баджана. Здесь не имеется в виду не варшна, не варшна, не варшна, варшна ваткарма, а варшна ваткарма. И поэтому Господь, Он полностью зависим от своего чистого преданного, являясь пленником его сердца. когда кто-то обращается о Господь, я совершенно, я без помощи, и совершенно безнадежен. О, пожалуйста, даруй мне служение с твоим лотосом стопан. Пожалуйста, освяти мое сердце Кришной премой. Здесь молится, преданный молится, целью не является Кришна, а достижение Кришны премой. Поэтому любовь, если живет в сердце, в этой шлоке объясняется, что два качества премы, как Руба Гасваны Пат в этой шлоке объясняет. Если вы, например, молоко кипятите, и его долго-долго рабри, рабри, такое сгущенное молоко, оно очень вкусное, это рабри, очень вкусное, очень сладостное. То, что также любовь, которая приходит в сердце, что означает? Какой результат того, что обретается в сердце? На каждой ступени, каждый раз испытывается настроение, новизны, неповторимости, все время увеличивается. И также второй симптом любви человеческого хлача кровотета кур объясняет Матуре и Кадамбени. Когда цветок распускается, то цветок, он не ищет шмели, а сами шмели, они и пчелы, они тоже же привлекаются благоуханием этого нектарного цветка, чтобы испить его мед. Точно так же, когда бхава начинает проявляться в сердце, как дрова, который совершал поклонение Господу. Если вы куда-то выйдете в общество, вы оденетесь очень нарядно, как как Шина Райана однажды очень красиво оделся и подошел к колеснице о Лакшме Деве и он сказал, я собираюсь отправиться даровать Даршан Друве, что сам Господь, не что Друва пришел для того, чтобы обрести его Даршан, он сам пришел в лес для того, чтобы даровать прекрасный образ Друва Махараджи, тот же Кришна. Кришна в Раджагопи они не идут в дом Кришны, а Кришна идет в дома в Раджагопи, чтобы воровать масло. На самом деле, что является масло? Это концентрированная према, которой наслаждается Кришна. В соседских домах Гопи как Шисанатан Нагасвами он обратился к Маданамохану. О, Маданамохан, ты здесь живешь прекрасным образом в этой семье. Каждый день тебе предлагают рабри и всякие вкусности. А если ты пойдешь со мной, ты же знаешь, я из теста делаю лепешку на костре, даже без соли. что я могу тебе предложить. Поэтому лучше тебе остаться в доме этой семьи из Матхуры. Оставайся здесь, это будет лучше для тебя. И тогда Маданамохан сказал, о, баба, все, что ты мне дашь, я приму. Ты не забудься, не беспокойся. И поэтому, пожалуйста, возьми меня, возьми с собой. И он шел за Санатана Госвами. Он только дал ему условие, чтобы он никогда не оборачивался. И когда он достиг Матхуры, когда Санатана Госвами, что он предлагал ему? Это сухую лепешку, даже совсем не соленую. Поэтому Бхакти, который привлекает сердце Господа, он готов стать пленником этого сердца навсегда. Когда Друва Махараш совершал Бхаджан, и когда Чария это колесница, которая пришла с Вайкунхи, но вначале когда эта колесница опустилась, вначале это все то есть здесь объясняется, что с помощью Бхакти можно покорить Господа. как мы совершая Бхаджан Кришне совершая Бхакти мы должны очень большое внимание уделять садан Бхаджаны особенности поклонения так уже когда мы не решим о чем он думал я буду совершать Бхаджан 24 часа в день день и ночь я буду совершать Бхаджан без всякой остановки без всяких осложнений препятствий я буду находиться в едином месте и совершать Бхаджан Господу и поэтому находясь еще в доме у него появилось желание отправиться в лес и в единенном месте совершать Бхаджан Господу Господь знает о желании своего чистого преданного Кришна сам упоминает вот в этой шлоке объясняет оставь всю дхарму Господь пришел тебе в качестве сына но здесь Господь говорит оставь всю дхарму дхарму здесь имеется ввиду ту дхарму которую совершал каждому нереши и просто предайся мне я являюсь единственным прибежищем здесь только мой приют мое прибежище он здесь подчеркивает господь сам пришел в семью и и поэтому оставляя все свои обязанности что не является грехом почему то что сам господь говорит что я то кто служит мне я полностью освобождаю его от всех от всех обязанностей перед обществом семьей перед и точно так же читание махапрабу каком возрасте он принял саньяс 24 года ему исполнилось и кто остался в доме он 16-летняя вишнуприя и пожилая мать сачемата никого больше не было вишварупа прежде вишварупа старший брат но он ушел и принял саньяс и в какой ситуации находился читание махапрабу когда принял саньяс вишаганат мишра он так же покинул материальный мир и отправился в обитель к господу вишварупа он так же ушел прежде принял саньяс или только вдова его мать осталась и юная жена и в этой ситуации читание махапрабу оставил дом какое учение он хотел даровать это очень трудно быть саду в этом материальном мире поэтому господь Шечетане махапрабу он принимает настроение ашрая в качестве саду он приходит в материальный мир и дарует учение 24 года он оставил семейный ашрам и принял саньяс Шелнара и Нагасаи Мухарач он так же оставил свою юную жену дочерей и он в этот момент не думал о том когда они вырастут и как они выйдут замуж он ушел оставил дом чтобы совершать баджан господу господь он сам утверждает если ты оставляешь все для меня для меня я сам беру ответственность за все поэтому ты продолжай делать поэтому если ты сам Шекришна он сам дает гарантию не волнуйся ни о чем совершай баджан и я организую все лучшим образом в твоей жизни по этой причине его отец каждому реши он покинул дом и пошел в лес совершать баджан кто кто остался в доме капиладэф и дивахути здесь далее объясняется что гьяна гьяне бахти она также как вот например существует определенное правило что мать она должна наставлять сына сын не может наставлять свою мать по-ведически она может сказать я намного старше тебя и опытнее разумнее а ты желаешь дать мне наставление но в бахте но в бахте все является совершенно поклоняемым потому что в центре находится Господь и поэтому девахути она приблизилась к капиладэву зная о том что Господь является самим Господом со сложенными руками она предложила ему дандават пранамы и в этом настроении в смиренном настроении она начала вопрошать задавая вопросы она спросила о бхагават татве каким образом быть освобожденным из этого мира когда Кануния Риши задал вопрос когда Девахути спросила каким образом освободиться из этого материального мира он произнес эту шлоку которую сейчас Худжи Пашидар Махарач процитировал и далее объяснение любую карму которую вы совершаете если она не относится к нити отхарами то это совершенно бесполезно здесь имеется саната надхарма вечное предназначение душе занятость душе это как Кришна сам объясняет в этой шлоке почему потому что если если карма совершается для того чтобы обрести результаты плоды своих трудов это связывает живу матери на мере но то что то служение которое оказывается Господу совершая преданное служение это является это является нити отхармай и вот это в действительности вайрагия это не пугало вайрагия обманчивое отречение это это юг тава ирагия это приходит полное отречение материального и особая привязанность к отрасли встопом Господа и полная непривязанность к материальному миру И тот кто совершенно не привязан к материальному миру и он не имеет никакой привязанности к служению Господу того которого у которого у лотосных стоп которого нашли приют все священные реки все святые места то на самом деле это не является никакой целью этого отречения отречения не имеет никакого результата почему потому что вайрагия отречение в этом материальном мире совершение баджина и все что предназначено для того совершения бакти оно оно предназначено для лотосных стоп Господа поэтому если ты желаешь обрести непривязанность в материальном мире ты должен обрести привязанность к бактозинстопам Господа и тогда автоматически материальные обковы они будут разрушены и они будут приятные Далее, Шикапилла Муни продолжает наставлять свою маму Деву Хути. Он говорит о том, что ум является царем чувства. Если ум направлен на служение Харикадхе, то тогда чувства, они также будут служить Харикадхе. Если ум скажет, отправься, чтобы принять эту самосу, то тогда все чувства будут привлечены этой самосой. Почему? Потому что ум контролирует материальные чувства. Ум никогда. Я желаю совершать баджан. Почему? Потому что Шила Пропопада, он говорит, что возьмите палку и бейте ею свой ум. И дайте ему урок. Я желаю совершать сегодня садану баджан Господу. Я буду сегодня читать Священное Писание, слушать Нектарную Харикадху, участвовать в киртане. И точно так же Капиладеф, он говорит, что ум в действительности является очень важным. Очень важным. Почему? Потому что от него зависит ваше умное настроение. И к чему ваш ум привязан. Если ваш ум привязан к воткосместопам Господа, то это вас освободит. А если ваш ум привязан к материальному, то это еще вас больше заточит в этом материальном мире. Поэтому. Далее Капиладеф объясняет истинное предзначение нашего ума. Девахути обращается. Ты говоришь о том, чтобы с помощью ума совершать служение Господу. Но это же не очень легко. Почему? Потому что легче остановить ветер, чем этот ум, который перемещается со скоростью света повсюду. Арджуна, он сам признается, я могу контролировать жизненные потоки воздуха, но я не в состоянии контролировать свой ум. И Капиладеф, он далее говорит, если ты займешь свой ум в служении воткосместопам Господа. И тогда привязанность к материальному является результатом того, что связывает вас. И все зависит от привязанности. Как Барат Махарадж, он совершал баджан, но он привязался к олененку. И когда он покинул тело, он пометовал о этом олененке и в следующем воплощении обрел рождение в качестве оленя. Поэтому все зависит от привязанности. Если вы, например, находитесь во Врендаване, но ваш ум обеспокоен, вы думаете о материальных вещах, в этот момент вы находитесь на самом деле в Америке или еще где-то, но не во Врендаване. Потому что привязанность, она появляется тем, чем вы занимаетесь, во что вы погружаетесь. Если вы имеете привязанность в общении с садом, тогда вы освободитесь из этих оков материального существования. Без всяких сомнений. Почему здесь подчеркивается привязанность к саду? Никому-то другому. Капиладев, он произнес известную шлоку, которая объясняет о том, как мы должны развить свою привязанность. Почему именно к саду? Почему в общении с садом? Если вы имеете привязанность, то тогда, как Парамеша Прабу, он находится в храме. И с самого начала он приходит первым на Мангал-рати. И поэтому другие думают, если я не пойду на Мангал-рати, меня накажут. И поэтому, следуя примеру Вашнава, все организовываются и при этом испытывают большую энтузиазм. В чем причина кроется, если вы общаетесь с садом, как, например, Нарадариши, который обратился к Ширя-садео? Нараджи, он говорит о том, что общение, которое обрел с садом. Почему? Потому что вот эти качества, которые указывают на саду, эти девять качеств, начиная с шанти и так далее, эти качества, они автоматически приходят к тому, кто имеет общение с садом. А те, например, кто, а те, кто имеет, например, ассад сангу, например, они начинают играть в азартные игры или пить алкоголь. Поэтому все зависит от общения. Если вы общаетесь с садом, и вот Прабуджи, Промешак Прабу, он находится в храме. Он сам следует правильным образом его поведения. Когда он участвует в киртане, дает харикатху, приходит на мангарате, это очень эффективно для всех. И все обретают благо от этого общения. И поэтому общение с садом, что происходит? Далее он объясняет матери девохоте. Здесь объясняется, находясь в общении. Да, может быть, это тоже насекомое или комар, который может сесть на тело саду. Он также имеет общение. Но какого вида это общение? Нет. Здесь имеется в виду санга не только, но про санга. Находясь в саду санги, следовать наставлениям, слушать нектарную харикатху, которая очень могущественна. Сам Господь разглашает славу харикатхе. Почему? Потому что в этот момент происходит реализация того, что происходит в сердце. То, кто совершает садана в баджан и говорит харикатху. Что можно сравнить? Разве можно сравнить с тем, кто совершенно ничего не следует? Но когда... То есть они не реализуют на своей практике. Но тот, кто совершает духовную практику и имеет духовную реализацию, и рассказывает харикатху, она очень могущественна. Он совершает баджан. И все, что он говорит, это имеет большое могущество. Трансцендентное могущество. Например, если кто-то спросит у вас, какой вкус росогола. Но вы ее не попробовали. Вы скажете, да, она очень вкусная. Но тот, кто насладился вкусом росогола, он скажет, он не только объяснит внешнюю форму этого росогола, но он объяснит ее внутренние качества, потому что он испытал точно тот же саду, который практически совершает баджан, из-за того, что он имеет духовную реализацию. Это является очень могущественным. То, что он говорит, тоже обладает очень большим могуществом. Как дается пример. До тех пор, когда, например, еще женщина не находится в положении, и когда ребенок находится в ее лоне, она становится, жена, она становится очень, как бы, умиротворенная, постоянно думая о своем сыне, как она должна лучше питаться, и что она должна сделать для того, чтобы... То есть у нее ум в этот момент сосредотачивается. Когда до того, как она была не в положении, может быть, ее ум где-то блуждал, и она думала о посторонних вещах, но когда в этот момент беременности, женщина, она погружает в медитацию на своего сына. Точно так же, слушая Харикатху, Расаян означает, это Амри, это тоник, нектарный тоник, который обладает очень сочайшим вкусом и могуществом, одновременно с этим проявляется. Слушая Харикатху, отречения, естественным образом, приходят. И все самое благоприятное приходит в жизнь преданного, совершая Шараванам Киртанам, Сморанам, совершая Баджан. Почему это происходит? Потому что вы имеете общение с садом, вы слушаете Харикатху, и таким образом, постепенно-постепенно, практикуя Анги, Бхакти, у вас никакого нет интереса к чему-то постороннему, если это не касается того, что является для вас очень важным, совершение Баджана. Почему-то, потому что в этой нектарной Харикатхе столько сладости, которая потоком изливается из сердца саду, и тогда очень быстро, когда Харикатха проникает в сердце, все неблагоприятное, все самые трудности, все осложнения, болезни сердца, и все остальное совершенно исчезнет. И затем Шарадха, Шарадха, вы знаете, есть определенная последовательность. Вначале Шарадха, если только слушает Харикатху со Шарадхой, затем Бхакти, Рати, затем Бхакти, Рати, и затем Прима придет. И это происходит при слушании Харикатхи, которое является очень возвышенным процессом, трансцендентным процессом вхождения в Бхакти. И если вы хотите совершать Бхаджан, все как бы основано на Сукрите, но того, кого достаточно Сукрити, но оно не работает. Почему? Потому что нет общения, с помощью которого можно обрести лобку, лобку страстной, ничем неутомимое, жадное стремление, которое приводит к Бхакти, оно приходит через общение с Садом. Например, как Шила Нарайна Гасвай Махараджи говорил, что раса гула, она совершенно пронизана соком, сладчайшим соком, и поэтому каждая частичка ее, она совершенно сладостна. И точно так же Шила Нарайна Гасвай Махараджи объясняет, когда на сравнении с Капелла Муни, который дает наставление Девахути в этой прекрасной шлоке, которая прославляет Саду Сангу и важность слушания нектарных рикадхи из лотосных уст чистого Вайшнава, как его качество Саду. На следующем классе мы продолжим эту тему. Харикришна! Харикришна! Харикришна!